Ребят, привет! Я кайфую! Вы ни за что не угадаете, где мы. Ну, хотя мы уже, в принципе, всем заранее расстрендели. Стамбул, ребята, это бомба! Сейчас я встану, Дима уже, по Диминым глазам вижу, что он уже переживает за микрофон. Вообще, смотрите, мы параллельно ведем сейчас два блога. У нас будет влог о нашей поездке в Турцию. Что там будет дохрена, Дима, его там будет в 10 раз больше, чем меня. А сейчас мы с вами сделаем, в общем, сразу говорю, мы будем писать. Дим, у нас как цикл будет или разные все-таки ролики? В тематике. То есть плейлист отдельный будет? В Турции будет плейлист, и в плейлисте будет шоу. Я о другом. Мы каждый раз будем сейчас с тобой с ребятами здороваться, приветствую. Или у нас просто вот пойдет серия 1, 2, 3 с описанием, что в этой серии. Хорошо. А, человек может просто попасть на это видео по выгрузке. Все, поняла. Не знаю, решим, вырежем, не вырежем. Даже если не вырежем, по-моему, это интересно. В общем, сейчас мы находимся, Икея. Мы, как называется торговый центр? Торговый центр называется Форум. Через него мы потом этот мост покажем, да, когда пойдем, Дима вставит. И форум мы покажем. В общем, из торгового центра громадно попадаем по мосту в Икею. Мы просто сейчас получили разрешение на съемки, нам все одобрили, мы пошли снимать. Икея здесь, ребят, двухэтажная. Сразу скажу, я уже быстренько пробежалась. Ну, конечно, так вот, пока Дима оставил технику. Много товаров, которых у нас нет вообще. Есть товары, которые дороже, прям намного. Есть товары, которые дешевле. Ну, в общем, реально вот, ну, другая Икея. Такая же, но другая. Так, у меня еще бутылка воды. Я ее пока выкидывать не буду. Первая, смотрите сразу, что нашла. Вот такой вот кухонный обеденный стол. Ой, стул. Стар. Ну, мне кажется, артикульные номера вообще бессмысленно показывать, да? Да, у нас этого, ребят, нет. Если вы едете в Турцию, или вы из Турции, вы на сайт на свой зашли и посмотрели. Вот такой вот стул, 950 лир. Если на 10 умножаем 9500, ну, в общем, где-то 10500, грубо получается. А 950 что-то? 1150, а это 950. Нет, ну вот, я в обменке сейчас доллара на лиры обменивала по 11.7. Ткань. Здесь пластик. Пластик оттянут тканью. Буковые ноги. Даже смотреть на этикетку не буду, вот по ощущениям. И хороший плотный пластик, ребят, оно не качается. То есть, вот этот стиль, да, который сейчас моден у нас в России, они очень красиво смотрятся, добротно. То есть, не вот эти вот беленькие цветные зелененькие стульчики, а такой насыщенный. Ну, надеюсь, что у нас тоже появится. Мне такое ощущение, что у нас часов так много будет. Много. Ребята, вот это видео, ну, оно будет, в принципе, уже подписано. Вы понимаете, какое видео попали. Мы сейчас покажем быстро всю Икею. Детально сравнивать, какие-то товары показывать, чего нет. Интерьеры мы будем в отдельных видео. Иначе видео получится часов на 5, и вы с ума сойдете его смотреть. Просто запутаетесь. Поэтому сейчас мы просто, вот Дима обзорно показывает, а я рассказываю, где мы. Мы сейчас находимся в отделе гостиной. Диваны, ребят, сразу скажу. Такого количества диванов у нас нет. Очень много диванов, которых вот просто, да, в России нет. Вот сейчас мы идем, и я понимаю, что у нас такое, извините, нищенское количество диванов в Икее. Даже стыдно. У нас вот все диваны вот так представлены на таком пятаке. А здесь огромадный зал. Даже вот смотри, да, вот на секунду, чтобы не сильно акценты делать. Потом диван. 5 тысяч лир, это 55 тысяч. К нему кресло из этой же стилистики, которое у нас стоит 13 тысяч. Здесь, кстати, оно 9 тысяч стоит. Вот, пошли дальше. Я просто в шоке от того, что какое вот минимальное количество ассортимента есть у нас. Вот смотри, ну вот как не делать акценты? Тульс-то. У нас люди страдают по этому креслу в тканевом чехле. Икея в России его категорически, я не знаю, по какой причине не поставляет, 950 лир, то есть тоже в районе где-то 10-10,5 тысяч. Их салоны красоты обожают, можно чехол постирать. Нет, нам прислали коричневого вора, извините, урода, темно-коричневого цвета, который ни в один салон красоты просто не встанет по цвету, по стилистике. Дима, Экторп. Диван, Диван Экторп, серый. Покажи людям. Пойдем. Диван Экторп. Беленький, серенький, цветной чехол. Еще здесь куча всяких. У нас они вышли из ассортимента. Вот люди реально, то есть клиенты многие обращаются, Тань, нам новый такой нужен. То есть диван вышел уже, все, это... А если будет, кстати, мы себе чехол на обеденке купим. У нас есть уже один. Кстати, можно вообще чехол на обеденке купить. Ой, смотри, а Фрихитон здесь другой. Дим. У них есть Фрихитон и в Шефтебу, и Фрихитон есть в другой ткани. Покажи ткань. Видите, фактура ткани какая? Так, 2700 лир. То есть это новое. У них Шефтебу серый, Шефтебу синий, и цвет этот называется Юла-Нула. В общем, Юла-Нула. Поняли меня? Ну, я сразу говорю, я извиняюсь, у меня эмоции прям вот прут из ушей. А, вот он. То есть у них Бешка и серый в другом. Так он у нас есть. Он у нас есть. Ты чего? Я на выставке не видел, честно говоря. Ты вот недавно отвозил на доставку. Отвозил. Смотри, Страдмон какой. А Страдмон дороже. 1500 лир. Вот креслица интересная, ремста. Вот ты мне скажи, пожалуйста, как вот сейчас? Вот как? Здесь ассортимент весь разный. Просто своё впечатление давал. То есть это видео будет с моим впечатлением, да? Они все будут с моим впечатлением. Я хожу и пищу. Вот смотри, какой прикольный диван. Ну, конечно, не знаю, надо смотреть по качеству. Не... Просто... О-о-о-о! Это наши эти... Брюсунт. Ну, короче, дешевенькие. Тут тоже. Да, прям как провалилось. Это для русского туриста специально провалить. Чтоб не забывал родину. Скрипит. Ну, это вот то же самое, что вот мы снимали, икея куда-то скатилась. Но это хотя бы эстетически немножко, что ли, как-то. Ну... Прям вот. Права. И жопой чувствуешь все рейки. Все-все-все-все. Я ушла-ушла-ушла-ушла-ушла-ушла-ушла-ушла. Меня Дима буквально за руку у волокон задела диванов. Сейчас Дима брякнется. Поинге. Смотри, быстро тоже. В общем, вот кресло получается... Опять же, у нас люди страдают. Хотят вот таких вот кресел мягких, удобных у нас нету. Поинге в другой ткани. Покажем отдельно, детально. Есть и в тех тканях, которые есть у нас. вот она удобная страдмон не всем встает по стилистики дадим дим кивает головой то что все равно не будет слышно были ну классно у нас то почему нет не прям вот на самом деле за эти за держава обидно честно что наш покупатель лишён кинули косточку голодать и и а тебя слышно вот смотри сколько она стоит я понимаю что мы сейчас затянем видео но я хочу с этим где вот 950 лир вот это тысячи это 11000 кресел астрадмон потом вот это и кера а по и ник и еще парочка а вот это дешевая соль 100 не соль туль 100 вот они вон там зелен там все разного цвета не стоят 1 2 3 4 5 какой 27 8 штук до 10 штук 10 раз два три 4 5 так 6 7 8 9 10 и я должен из этого выбрать до 10 штук а тут более 40 причем ротанговые отдельно здесь именно ребят удобные мягкие хочу подвести итог у меня есть выбор я может увидел более красивые я лучше подкоплю на неважно потрачу больше но я буду до выберу то что мне по душе а не то что и кей подкинул 10 штук и я должен это выбирать очень обидно просто такие позиционирует себя как мировой магазин да и при этом то есть ограничения такие мы простите не в новую зеландию приехали мы не в америку прилетели да от россии до турции через грузию не особо далеко ребята я поняла почему по мягкой мебели в турции больше выбор люди ведут размеренный образ жизни им комфортно и посидеть да им надо а у нас сел на 2 секунды дальше побежал так ладно это лирика мы сейчас а в отделе тум под тв кстати очень интересно сделано прям вот локально да у нас как-то не все так по полу размазаны все то же самое друзья мои вот то же самое что у нас ценник примерно одинаковый да то есть я вот ничего отличительного не вижу вот этот отдел мы даже сравнивать не будем разница только в цене но я уже об этом говорил что-то дороже что-то дешевле пойдем фасады быстро посмотрим а я хочу посмотреть новое ребят видео без слов это кресло будет допустим в гостиной стоит у вас это кресло дим дайся вы устали пришли с работы 2000 лир 22 тысячи рублей вот честно я готова 22 тысячи за это и пусть весь мир подождет мне не надо никаких дополнительных пуфиков у меня все под ногами то есть ноги отдыхают голова вот прям вот на мягкой подушке на нем спать можно эмоции словили это нечто так линейка и кит все то же самое что у нас сравнивать ничего дим не упадим так это я замечаю сразу для себя что будем сравнивать по ценам леотор белый у нас 17000 примерно одинаково смотри мотор у нас это выведено из ассортимента коробки помнишь по ним как народ страдал ну конечно 400 а в принципе они так и стоили они стоили где-то в районе 600 рублей я ради интереса посмотрю где они сделаны вьетнам почему из вьетнам то же самое для нас они выведены из ассортимента так по стеллажам по модульки получается друзья мои все то же самое не что у нас что-то дороже что-то дешевле где в 900 лир меньше тысячи у нас стеллаж били дим покажи красный стеллаж били у нас он стоит 12000 это получается у нас он стоит где-то 1100 лир здесь 900 рублей 900 лир то есть что ну опять же повторить что-то дешевле что-то дороже бабу третьего у нас они 100 рублей стоит 22 лиры это 220 250 рублей вот это дорого то есть какие-то вещи прям очень дорогие по сравнению с нами какие-то очень дешевые деталь витрины 380 лир у нас она общем 5 300 сейчас стоит так мы дальше в модульной мебели полки лак стеллажа колласс коллакс эти ты все то же самое пацанам друзья мои будем сравнивать отдельно чтобы вас не перегрузить смотри вот допустим такого шкафчика у нас нету пробковый интересный у зеркальная пленка обклеены дальше зеркало это пленка это все пленка 3 тысячи по 35 тысяч будет стоить другого с ее удовольствием так мы в отделе столы стулья дим камеры быстро пробегись у нас еще этих стульев нет надеюсь будут это замена стульям бери и который выпускала украина ну вы мою эмоцию уже услышали мне очень обидно за нас что у нас этого нет даже смотрите лехарм стулья у нас их нет с мягкими сидушками но сейчас дим меня куснет точно и выгонит дальше идем по отделу со стульями дим показа бы вот к синий про которому самом начале видео говорили ну по стульям все-таки основной ассортимент то же самое что у нас но много смотри инга торп стул 650 лир но это для главы семейства до чтобы выделить ну так здесь все-таки немножко другие устои красиво это сравним потом отдельно пошли туда мы плавно заходим в отдел кухни либо смотрите какой холодос а 8600 лир офигенный агрегат конечно дорого но прям это бомба машина кухонная дадим сложно сказать вместо полного будбин ребят мы сейчас в отделе кухни мы прошли интерьеру они будут другом видео видео с интерьерами посмотрите вот туда аккуратненько тем люди не показывает как выглядит отдел проектировки кухни людям комфортно не сидят за стеклянной перегородкой и никто не не мешает не как у нас хаусе да смотри отдельно фасады да пойдем кстати нам нужно ручки они посмотреть может быть в россии их нет а я не могу мне аж плохо но у нас участие этих ручек уже ведь выявили просто взяли и выявили здесь они есть вот кстати эти ручки надо будет купить пойдем дальше покрашены в черный сразу смотрите стремянки фактически ассортимент все то же самое что у нас но есть уже сразу покрашены беку в белый и есть сразу покрашены беку в черный не надо ничего думать и надо ничего придумывать мы в отделе спальной мебели вспоминаем быстренько да наши обзоры с кроватью меди смотри-ка хороший муж достался мне муж не просил хорошую жену я досталась ребят смотрите что мы нашли мило стоит копейки самые дешевые киевские предметы стеллаж недорогой сушилка смотрите какой балкон даже решетку балконную сделали у нас в нижнем единственный один такой небольшой закуточек а-ля балкон нет мы покажем мы покажем потом покажем потом мы идем дальше по кроваткам так тканевую кровать как раз кстати друзья мы вам покажем те товары которые в россии есть но они не собраны в магазине нижнего новгорода а мы их вам покажем не выключай мысль у меня так дайте кстати еще хочу добавить да сейчас на 2 секунды присядем у меня уже как-то их запор эмоций мы сейчас начали помимо того что удаст 3 мы будем вести раз в месяц ребят кому нужно это не реклама вам нужна индивидуальная консультация по выбору товара пишем в инстаграм он личный в описаниях есть я вам даю индивидуальную консультацию пока стоит это 500 рублей желающих честно очень много каждый день я консультирую приличное количество людей но я делюсь своими знаниями с вами индивидуально именно по вашей проблеме потому что порой вот почему например он женщина обратилась как диван выбрать не все диваны а прям конкретно такой 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 мы с ней разобрали все диван обсудили эти диваны дальше человек пойдет покупать уже с конкретной картинки в голове со своим мультиком в голове не с моим как я это увидела не как это увидели другие там допустим обзорщики да а с раскладкой информационные она уже пошла примерять это дело к себе поэтому кому нужно пока мы еще даю как бы это только начинаем оказывать пока адекватная цена и пока еще есть возможность вклиниться в наш график камеру не отключая пойдем дальше показывать не интерьеры а просто вот такой обзор на гуляющие углу бортик векар и а да нет примерно так же получается как у нас слэкты но вообще мне такое ощущение что нас будут просить дальше ввести в другие страны и показывать дим мазни камеры мы отдельно эти кровати расскажем витал ждите вы ждите они будут я боюсь что мы сегодня языке и уедем когда она закроется завтра послезавтра у нас конгресс и идеи рождения компании а в понедельник я надеюсь мы попадем в табкопы а я софи мы там не были ребят мы в отделе комодов сразу говорю не все получается места снимать потому что люди ходят передвигаются это неприлично чтобы люди выпадали в кадр до учитывать учитывайте все таки да то есть но вероисповедание это это свинстве я считаю хочу даже отметить как мужчина так и женщина вот у нас в россии мы снимаем они уходят между камерой за камерой меня толкают кому-то у нас нету здесь тут обходят и стараются и вообще в камеры взялась под кадром залазить за спиной заходит не мешает и в кадр не попадают так по комодам сразу быстро скажу разницы нет вообще разницы в ценах есть дешевле дороже покажем отдельно но ассортимент то же самое так что ребят в россии нас комодами не обидели гардеробы так паксы бла-бла-бла я пытаюсь найти что-то другое чего нет у нас нет дим по паксам все то же самое возможно даже скуднее выбор дверей дверей сразу вижу что меньше меньше модификаций а кстати сразу давай ну вроде договорились отдельно вот такой двери у нас пока еще нету сколько стоит одна дверь пятьсот тридцать лир стоит одна дверь дверь стильный дай дим ты еще живой ну давай давай ну мне интересно ты живой или нет смотрите какое интересное решение открытая гардеробная пакс только лишь приделали ручки совершенно по-другому смотрится да как мини комодики да нет наверно все таки по дверям все то же самое что есть у нас большой разницы не вижу делается половина это в россии и частично все таки дороже ну если на складе сможем сделать электронное табло записи на планирование сейчас пойдемте посмотрим этот так с кубики быстро как-то уголком покажи люди работают как выглядит отдел планирования по а я не спрятался здесь на компьютер а показал это что значит да то есть уже рефлекс нормальный смотрите галошницы набор с двух штук в россии стоит две с половиной тысячи рублей здесь 150 лир 1500 где 1700 почти ну намного разницы да получается а вот допустим вот эта полочка у нас гораздо ребят дешевле у нас она стоит 300 рублей то есть 300 рублей ты должна стоить менее 30 лир а здесь почти 50 лир стоит так здесь у нас тоже самое пока не вижу разницы вот он вот оно название разные да а он другой или такой же 140 ради эксперимента померяем толщину нет толщина такая же а вдруг потолще ну урлетку найдем померяем я не вижу бримнас кстати дороже у нас 8 999 мы нашли клипстат он стоит дороже чем в россии 800 лир ребят пересчитывайте сами без обид анны бода анны бода охрененный шкаф который у нас пропал из ассортимента с любимой формулировкой больше не продается любимый шкаф салонов красоты и офисов смотрите у него полупрозрачные панели он легкий да дим он 400 лир стоит всего ну а можно секундочку это бримнас только боком это бримнас только боком да и смотри есть такой же раздвижной это раздвижный мне больше все нравится прикольно и цены кстати вполне адекватные да а шкаф мы с 25 процентной скидкой в россии так и не купили ну что еще один гол в корзину турции против россии ребят охрененное количество рабочих кресел по сравнению с нами у нас их стоит 3 штуки в нижнем 1800 лир да не бюджетно оно в коже полноценная поддержка спины я знаю что скажут злопыхатели облизали икею турцию спорим? а чем нам облизывать? если мы знаем люди братья да то есть допустим ну смысл да если где-то дороже я говорю что дороже где-то дешевле говорю дешевле но реально когда у нас два кресла стоит у нас кстати очень много клиентов не пропало а они простите человеку когда нужно кресло и мне говорят выбирайте из того ассортимента что если человек просто разворачивается идет в другой магазин в другой сейчас нет дефицита товаров смотри у нас выведены из ассортимента да твое коричневое да выведены из ассортимента ребят сейчас покажем все кресла отдельно кресло мы наверное не на конгресс завтра поедем да? окей опять нет нельзя маркусы кстати есть ткани у нас ткани маркуса нет стоит тысячу лир ну вполне 11500 ну вполне Димка смотри какие кресла ребята вот согласитесь вот есть из чего выбрать Дим для дома для работы тебе есть из чего выбрать кресла вот смотрите офигенные да они дорогие Дима ну а ну блин когда приходят и говорят нам директору кресло нужно я только марку смогу предложить либо там допустим не директору а там секретарю и прочее мы в отделе детской пошли быстро его посмотрим но пока большой разницы не вижу детская вся примерно как у нас идем постель отдельно если какая-то постель будет мы отдельно сравним так это груднички тоже разницы вообще не вижу единственное что нет такое у нас есть постель вся та же самая есть вот пеленалка как будто другая какая-то стоит а это кстати гуливеровская пеленалка у нас она по-моему еще не вернулась в ассортимент она раньше продавалась сейчас ее нет по игрушкам друзья мои все то же самое те же труфасты ничего нового не вижу а вот смотри пойдем покажем вот лат линейка в россии ее даже нет вот такие стульчики это комплект за 220 лир два стула и вот такой стол а и вот смотри тоже интересно лавочка лавочка 350 лир тоже комплект а нет 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 стол 500 лир 500 лир 5000 стол акулу да чтобы они убили друг друг на одной лавке это они могут играли бы кто вконтакте подписан видели фотку в ю-тубе ребят вот она маленькая акула вот она она меньше она плавает она меньше никак большая ой смотри вот если бы правда помнишь мы так хотели мы так хотели его на диму не успели его купить да больше алене наши шестой год лет шесть-семь давно нет ой а вот это гораздо дороже у нас она стоит 400 рублей то есть должно стоить где-то 30 лир да а она стоит 65 лир так что ребятушки у нас конечно с ассортиментом херовастенько это можно ли это говорить хоть хуевастенько у тебя есть паспорт и ты дёте большая а мне 18 лет окей а здесь почти в два раза цена поэтому местами с ценами нам повезло я с этим домой уеду можно тысячу лир ой ты что я с ума сошла 100 лир подожди 100 лир 1100 парочка вполне да и мама и малышка а сумка есть нет нет сумки нету дельфинчик у нас они скоро будут в продаже 250 рублей будут стоить а здесь получается 20 лир кстати даже подешевле и ребята это прям вот для меня космос но я цены не вижу белу белуга переверни кашелот ну сделай кашелот на спину а ты говоришь на пузо на спину а ты говоришь на пузо я ребята думаю скоро вам Дима будет обзор показываться я буду с камерой ходить он у нас разговорчивый стал вреднючий стал после того как булок начал вести да мы прошли ровно половину магазина сейчас как в белой даче мы спускаемся на второй этаж отдел посуды и так далее смотрите какая огромная зона приема пищи какой большой еще ресторан ассортимент конечно опять же отличается что порадовало много много овощей у нас этого не хватает пожалуйста Дмитрий идите вперед хорошо мы сейчас заходим в отдел посуды ну тележки стоят да так же как у нас все то же самое Дим иди сюда море плечиков просто море китайская народная фабрика так 15 нет это коврик для ножек 16 лир кстати не дур 16 лир полотенце для ног коврик для ног 160-170 рублей вполне адекватно у нас опять вот такого нету так мы идем по отделу посуды намного дороже чем у нас у нас они 300 рублей стоят противень покажем поставь на полу 7 лир а есть еще вот такая смотри нет такая же только с рисунком без рисунков совсем без рисунков ребят смотрите что нашла у нас есть такая же салфетница только в два раза больше стоит 400 рублей здесь она стоит 20 лир то есть 20 с небольшим рублей и она в два раза меньше дима люди ты сейчас на кого-нибудь наступишь отдел текстиль чехлов и прочего сразу скажу многих цветов у нас просто нет малинда серого цвета у нас таких нет стоит 30 лир примерно как у нас чуть подешевле прям там незначительные копеечки пора рождается истина мы в процессе еще и спорить умудряемся мы в отделе постели подушек на матрасников одеял говорить не буду ушла меня ведь слышно Дим кстати сразу хочу сказать я ждала что постели будет намного больше в Турции но есть цвета которые отличаются мы вам их отдельно покажем а так ребята кстати мы не сильно пострадали в этом плане ну постели к 5-6 я вижу ну и плюс ассортимент который у нас как обычно уже вышел а вот давай вот плед вот этот плед Офели у нас вывели из ассортимента его очень любили фотографы на кровать Лервик раскладывать для фотографий у нас такого нету 100 лир 1000 рублей это постелька тройная прикольно да Дим как полотенце вафельное интересно смотри у нас такого нет вакшон ребят 15 лир 30 на 30 как полотенчики крама то есть вот такой размер просят 15 лир а за 4,5 лир вот такие полотенца для кухни огонь мужикам руки вытирать вообще шикарные то есть никаких пятен ничего вот это прям вообще самые такие вот кухонные у них много таких то есть все полотенчики еще представлены в размере 30 на 30 почему у нас то нету вот кстати малыш вакшон смотри как он выглядит он точно так уже он полноценный у нас 30 на 50 самый маленький размер здесь 30 на 30 возможно все таки это востребовано да больше хотя у нас просят люди такой маленький размер дать нам нечего да давай еще один момент ответим у нас нет такого цвета нет разные мы это коралла у меня классический красный мы в отделе хранения сейчас я быстренько пробегусь посмотрю есть что-то отличающиеся от нас коробки мотор мы вам уже показали смотрите кнопка другого цвета но не бюджетно ни хрена вот так она у нас 199 рублей стоит здесь 60 лир она стоит ой смотри какая интересная вот у нас такого нет у вас есть стеллаж и у вас есть коробки которые подходят под этот стеллаж в России трудно это сделать ой тут релиновать то сколько блядь целый день набор 7 любимых черных плечиков 89 рублей стоит в России 15 лир это 150 и где-то в районе 170-180 рублей ребята чувствуете разницу но опять же что-то получаете удовольствие мы в отделе света ребят мы в отделе света попробую-ка смотрите что отметили сразу темный серый такой классический даже более насыщенный чем классический оттенок серого все светильники смотрятся по-другому они яркие и хочется купить но светильник хольма который стоит у нас 550 рублей здесь получается стоит 1150 в два раза ребят смотрите мы какую штучку нашли за 50 лир а? вообще смотрите это заряжается через розетку и светит у вас как ночник дома да? ну вставляете в деревне туалет система дырка чтобы идти к этой системе к туалету да достали и пошли он вам светит и вы обратно его приносите вставляете в розетку на зарядочку а еще регулировка раз два три три степени яркости смотрите как все лампочки спрятаны в коробах то есть не в пространстве они светят они светят в ограниченный кубик когда и вы видите эту лампочку насколько она яркая вот так мне кажется это более удобно да смотреть яркость лампочки да потому что когда светит в пространство в ряду много лампочек ты не понимаешь а здесь сразу видно интенсивность видно свет видно вот в темноте да ее не видно видно как рассеивается свет ну не знаю прям это элементарные вещи да и коробочку не сложно стоит да и она многовечная то есть вы только патрон меняете лампочку коробочка это будет служить не год не два так мы заходим в ковры вот сразу шкура у нас эта шкура стоит 599 рублей здесь шкура стоит 65 лир так резюмирую по коврам основной ассортимент кстати даже как будто бы у нас и побольше но есть некоторые которых соответственно нет вообще да у нас это мы покажем отдельно в общем массе все таки я ожидала ковров увидеть в Турции в разы больше чем у нас но и опять же есть те ковры которых у нас уже нет у них очень много вот этих круглых ковриков это вышедший одум сейчас он называется стонес может быть у нас тоже появится круглый потому что одумы были очень востребованы здесь получается серый светло-серый фиолет бешка есть у нас почему-то этого нет и очень много восточных ковров ну конечно они дешевле чем у нас мы в отделе оформления на первый взгляд больших различий не вижу но уже подметила что есть смотрите вот так раньше в нижнем висели все картины было очень удобно смотреть как это выглядит в развертку на стене но у нас почему-то сняли не могу сказать по какой причине вот еще что мне понравилось иди сюда не надо смотреть все картины то есть такой пробник да у картин тоже есть пробник вот такого у нас нет 50 лир стоит 2 котика на котиков при желании можно еще что-то прицепить да ребят у нас опять этого нет я не знаю себя ущербные чувства плавающие свечи за 20 лир яблочные с ароматом яблок разного цвета вот как это плавает в воде то есть раньше у нас дизайнеры их брали постоянно это красиво представь декор на свадьбу да да что еще откопалось сейчас это модно корзинки из водорослей набор из двух штук стоит 100 лир то есть 1000 рублей прям водоросли водоросли от душки дофта дороже чем у нас ребята кто winter 2018 не поймал потому что все что у них висело там мы хотели отдельно показать в Турции есть остатки коллекции 2018 года 50 лир у нас они были по 700 рублей венки пойдем покажем кстати кто из Саранска либо просто из России и кому нужны вот такие венки у нас есть они в офисе и вот такие большие с колоколами я их привозила со скидкой и маленькие маленькие здесь не вижу короче есть точно такие же в два раза меньше маленькие так что за этим в Турцию ехать не надо надо ехать к нам либо писать нам и мы отправим я мои мы плавно перетекаем на склад я надеюсь мы вас не утомили вам еще смотреть нас и смотреть будет отдельно ты хочешь полканала отдельный так мы идем на склад смотрите мы проведем окей склад четыре яруса более светлый более широкий гораздо больше проезд для тележек мебель представлена у нас также 60 лир 600 рублей чуть подороже я сравниваю по базовым товарам потому что по каким-то мелким сравнивать неудобно антилоп антилоп у нас дешевле у нас антилоп стоит тысячу рублей тысячу сто лир набор йок-мок примерно одинаковый в Турции чуть дешевле гардероба Бримас я вам уже говорила здесь дороже склад склад гигантский ну я хочу заметить что по наличию больше коробок стеллажи более смотри как забиты то есть для верхнего съема товара нет у нас гораздо меньше так мы во второй половине склада туда уходит линия касс бестро проходы длиннее да а сам склад а у нас 36 37-41 даже у нас сейчас вот пойдем покажем линию касса а пойдем посмотрим есть ли уценка есть ли такой термин как уценка да едят ли торги уценку уценка в Турции есть и кстати большая уценка фирсат вот как то так мы не будем туда лезть там очень много людей ну как бы я сказала много-много текстиля в принципе визуально ну вот текстильной части сложно так же как у нас очень-очень много диванов интересно не знаю конечно как это все пробирается насколько быстро ну большой ну давай допустим пройдемся и найдем какой-нибудь дефект из-за чего люди сдают сейчас надо что-то найти такой вот а вот гнеби полка у нас она стоит 1799 первоначальная цена да скорее всего это выставка потому что никаких коцок ничего нет то есть она обойдется в 100 лир 1150 она обойдется если 169 лир она стоит примерно где там копейки не округляем ребят склад самый верха вот это все закрыто но это безопасность икея это бзик во-первых гораздо выше прям вот потолок высокий ну и сама икея огромная ты просто меньше стала я меньше стала я ушел может быть стат големчик уценки тысячи товары меня поражают очень много так мы наверное будем сейчас ну как бы прощаться вкусить мы пойдем кусить потому что меня тут обрадовали что нам снимать снимать не переснимать 10 часов контента я боюсь что магазин закроется быстрее ты без ботинок завтра на конгресс пойдешь подожду кто смотри сам так ну мы стандартные из-за этого виска будет идеал мы что будем здороваться прощаться дизлайк подписка отписка подписка как обычно делайте что хотите все коммуникации знаете где мы пошли есть и следующие ролики будут все сейчас в ближайшее время более тематичные мы конкретно вам покажем про стулья конкретно покажем про постель покажем интерьеры ну сейчас сядем да обсудим как это будет выглядеть чтобы не гонять в пустую все пойдем